Добро пожаловать на новый урок нидерландского языка с Holland and Me. Большое спасибо, что вы снова сюда заглянули. На сегодняшнем уроке я бы хотела пройти очень интересную тему, и это signal word, либо их также называют еще fuch word, либо verbindings word. Это такие специальные слова-связки, которые помогают нам соединять предложения между собой, чтобы они как бы продолжались по смыслу. Это очень важные слова, и с помощью знания этих слов вы сможете строить хорошие, правильные предложения. Ну а перед тем, как мы перейдем к теме сегодняшнего урока, я хочу всех, кто еще не подписан на мой канал, попросить обязательно не забывать подписываться. Прямо сейчас нажимайте на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и новые уроки. На прошлом уроке мы с вами прошли тему степени сравнения, и я задавала вам небольшое домашнее задание, давайте вместе его проверим. Упражнение номер один, ответы вы видите сейчас на экране, ну а я, как всегда, для вас их зачитаю. ДИК, это толстый, ДИККР, это толще, ХЕТ ДИКСТ, самый толстый. ХУД, хороший, БЕЙТЕР, лучше, ХЕТ БЕСТ, самый лучший. ХОУХ, высокий, ХОУХЕР, выше, ХЕТ ХОУХСТ, самый высокий. БОУС, злой, БОУЗЕР, злее, ХЕТ БОУСТ, самый злой. Упражнение номер два вы сейчас видите тоже на экране. АМСТЕРДАМ ИЗ ГРОТЕР, ДАН УТРАГТ. Правильная форма здесь, ГРОТЕР. ЭН ХЕЛИКОПТЕР ФЛИГТ ЛАГЕР, ДАН ЭН ФЛИГТУЙГ. ЛАГЕР. ИК ФИНД ЛЕЗЕН ЛЮКЕР, ДАН РЕКЕНЕН. ЛЮКЕР. Обязательно проверяйте ваше домашнее задание, и пишите в комментариях, кто совершил какие ошибки, и если есть вопросы, задавайте также вопросы в комментариях. Ну и, конечно же, кто без ошибок сделал домашнее задание, пишите, я молодец. Ну а мы переходим к теме сегодняшнего урока, и это СИНЯЛ ВОРДЕН, как бы сигнальные слова, либо слова-связки. Их еще также называют ФУХ ВОРДЕН, то есть союзы, либо ФЕРБИНДИНС ВОРДЕН. Это такие слова, например, как во-первых, во-вторых, либо вы можете сказать ПОТОМ, ЗАТЕМ, В ОТЛИЧИЕ ОТ, и так далее. То есть слов-связок большое количество, и их очень важно знать для того, чтобы просто ваши предложения связывались между собой по смыслу, и у вас речь была более уже такая полноценная, правильная. Давайте разберем примеры слов-связок. Они делятся на некоторые группы, например, ОПСОМИНЬ, это перечисление, когда вы что-то перечисляете, например, во-первых, во-вторых, в-третьих. Здесь на экране сейчас появились примеры, я буду для вас их зачитывать. ТЕН ИРСТА, ТЕН ТВЕЙДА, ТЕН ДЕРДА, и так далее. Это во-первых, во-вторых, в-третьих, когда вы что-то рассказываете, перечисляете. Прежде всего, сначала, для начала. Когда вы начинаете разговор, вы говорите, ну, во-первых, там, сначала я пойду в магазин, а потом пойду, например, в школу. Либо для начала я хочу сообщить о том, что ИТРА-ТА-ТА. То есть, вот эти слова можете использовать. БОВЕНДИН, ОК, ЭН, ФЕРДЕР. БОВЕНДИН, это более того. ОК, это так же. ЭН, это И, союз. И ФЕРДЕР, далее. НИТ ОЛЕЙН, МАР ОК. Это у нас такая комбинация. КОМБИНАЦИЯ. Мы это используем как комбинацию. АЛС КОМБИНАТСИИ. НИ ТОЛЬКО, НО И. Да, то есть, это тоже очень часто можно использовать в предложениях. И мы говорим НАКОНЕЦ, как будто завершаем наш разговор. АЛС ЛАЦТЕ, ТЕН СЛОТЕ, ТОТ СЛОТ. Это три таких слов-связок, которые обозначают одно и то же. Они обозначают НАКОНЕЦ. Например, вы рассказываете, сначала я пошла туда-то, потом туда, и НАКОНЕЦ я... ТРА-ТА-ТА-ТА-ТА. То есть, вот в этом смысле. Следующая группа у нас появилась на экране, это противоречия ТЕЙХЕНСТЕЛИНГАН. Я для вас их зачитаю с переводом. МАР, ЭХТЕР, ТОХ. МАР – это НО. ЭХТЕР – ОДНАКА, ТОХ – ТЕМ НЕМЕНЕЕ. ХУВЕЛ, ОН ДАНКС, ДАРЕН ТЕЙХЕН. Хотя, несмотря на, наоборот. ИН ТЕЙХЕНСТЕЛИНГ ТОТ. ИН ТЕЙХЕНСТЕЛИНГ ТОТ. ИН ТЕЙХЕНСТЕЛИНГ ТОТ – это в отличие ОТ. И тут у нас еще одна есть комбинация. ОН ДЕЙХЕНСТЕЛИНГ ТОТ. ПЛЮС ОН ДЕЙХЕНСТЕЛИНГ ТОТ. Мы это говорим, опять же, как комбинация с одной стороны, но с другой стороны. То есть, вот так можно использовать. Еще мы можем сказать с одной стороны, с другой стороны, как комбинация. ЭЙНЕРЗАЙТС ПЛЮС ОНДЕРЗАЙТС. Например, с одной стороны, хорошо, конечно, что ты поехала в отпуск, но с другой стороны, кто будет смотреть за твоим домашним животным. Да, вот так. Еще у нас есть сравнение. Это ФЕРХЕЛАЙКИНГ, когда вы что-то сравниваете. Например, ЗОУ – так. НЕТ ЗОУ – так же, как. НЕТ АУС – точно так же, как. И ЭЙФЕН АУС – а так же, либо, как И. Таким же образом, можно сказать ОП ДЕСЕЛАФДЕ МАНИР. ОП ДЕСЕЛАФДЕ МАНИР – это таким же образом. Еще у нас есть примеры. Пример – это ФОРБЕЛДС. Вы можете сказать, например, ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ – СТЕЛЬЕФОР, ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. ПРЕДПОЛОЖИМ, ЧТО? СТЕЛ ДАТ. СТЕЛ ДАТ. ДАЛЬШЕ, АРГУМЕНТАЦИЯ. АРГУМЕНТАЦИЙ. АРГУМЕНТАЦИЙ ОМ ДАТ. ПОТОМУ ЧТО? ДАРОМ, ПОЭТАМУ, ДЮС, ТАК, ЛИБО ТАК, ЧТО? ОМ ДИ РЕЙДАН, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ. ДОРДАТ, ПОТОМУ ЧТО? ДАРДОР, ИЗ-ЗА ЭТОГО, ВАРДОР, ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО, ЖОЛДАТ, ТАК, ЧТОБЫ. МЕТ-ХЕТ-ДУ ДАТ, С ТОЙ ЦЕЛЬЮ, ЧТОБЫ. ОМ ТА, КОМБИНАЦИЯ ОМ ТА, ЭТО ЧТОБЫ. ВАНТ, ЭТО ПОТОМУ ЧТО. НАМЕЛЕК, А ИМЕННО, НАМЕЛЕК. МЕТ-ХЕТ-ХУФОЛОХ ДАТ, МЕТ-ХУФОЛОХ ДАТ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО? КОРТОМ, КОРОЧЕ, ЛИБО ВОБЩЕМ, КОРТОМ. ТАКЖЕ ЕЩЕ МЫ ИНОГДА ГОВОРИМ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ, ТАЙТСФЕРЛОУП. Это, например, когда мы говорим СНАЧАЛО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ВО ВРЕМЯ, В ТОЖЕ ВРЕМЯ, Наконец, КАК ТОЛЬКО, да, вот давайте разберём это подробнее. ИЕРСТ, СНАЧАЛО, ФОР ДАТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ, ТАЙДЕНС, ВО ВРЕМЯ, ТОГО КАК, да, ВО ВРЕМЯ. ТЕЙХЕ ЛАЙКЕР ТАЙТ, ТЕЙХЕ ЛАЙКЕР ТАЙТ, ЭТО В ТОЖЕ ВРЕМЯ. НАДАТ, ПОСЛЕ, вот видим, что ФОР ДАТ, это ПЕРЕД, ПРЕЖДЕ ЧЕМ, А НАДАТ, это ПОСЛЕ. ДАРНА и ФЕРФОХЕНС обозначают ТОЖЕ ЗАТЕМ. Следующие слова-связки у нас обозначают одно и то же, это Наконец, можно сказать АЙТАЙНДЕЛЕК, 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 ЛИБО, АЛЬЗЛАТСТЕ, ТЕН СЛОТТЕ, ТЕН СЛОТТЕ, ИЛИБО, ТОТ СЛОТ, ТОТ СЛОТ. Всё это обозначает «наконец». Зодра – это «как только». АЛС – «как» либо «когда». ВАНИР – «когда». ОП ЭТ МОМЕНТ ДАТ – это «в тот момент как». Это «в то время как» либо «пока». Это были такие самые популярные слова-связки. Конечно же, их ещё намного больше. Но вот у нас был урок про строение сложных предложений. Там я рассказывала также про союзы. Это тоже такие слова-связки, можно сказать. Кому интересно, кто не видел, обязательно посмотрите. Там более такое всё тоже подробно про строение предложений. Так вот, я с вами сейчас разобрала такие самые главные слова-связки. Их, конечно же, нужно учить наизусть. Если будут какие-то вопросы по переводу, непонятно в каком смысле и когда их употреблять, задавайте обязательно в комментариях, на все вопросы отвечу. А сейчас давайте ещё несколько примеров, чтобы закрепить. С предложениями уже разберём. Итак, первый пример. Здесь мы будем «тен ирште» во-первых, во-вторых, во-третьих разбирать. Итак, сначала давайте я для вас быстро зачитаю, а позже разберём всё вместе. Лучше тебе не курить. Лучше не курить. Во-первых, это плохо для твоего здоровья. Во-вторых, воняет. И в-третьих, стоит очень много денег. Это дорого. Итак, И тут начинается перечисление. «Тен ирште» во-вторых, во-вторых, «Изет шлехт фор де гезундхейт» – это плохо для здоровья. «Тен твейде» во-вторых, «Стингт хетт» – это воняет. «Эн тендерде» и в-третьих, «Кост хетт фил гелд» – стоит много денег. Это первый такой пример. Давайте разберём второй пример. Здесь будет со словом-связкой, со таким союзиком «мар», который обозначает «но». «Сэм хауд нит фан харинг», «мар хай финт залам эрх леккар». «Сэм не любит селёдку, но ему очень нравится залам», то есть это лосось. «Сэм хауд нит фан харинг», «сэм не любит селёдку», «мар но», «хай финт залам эрх леккар». «Но ему очень нравится лосось». Следующий пример. Здесь у нас будет сравнение «нет алс», «как», «как и», да. «Карин, так же как и её сестра Ким, изучала туризм», то есть училась на туризме. «Так же как и её сестра», «нет алс», «хар», «зюс», «ким», «нет алс», «так же как и». Следующий пример. Здесь у нас идёт пример и перечисление, да, то есть пример. В пекарне ты можешь разные булочки купить, например, «бай форбилд», например, «пистолет», они называют такие длинные булочки длинной формы, либо «бай форбилд», это у нас такие круглые булочки из ржаного хлеба, да. Вот, например, у нас «бай форбилд» здесь. «Ин де бакарай», это в пекарне, «каньяй», ты можешь, «фершхилланд», разные, «броучес», это булочки, «копен», купить. «Бай форбилд», например, «пистолет», «офбрайна болон», вот эти вот названия самих булочек. Ещё пример. Я бы очень хотела научиться говорить по-нидерландски, потому что в будущем я хочу в Нидерландах жить и работать. Я бы очень хотела научиться говорить на нидерландском. «Вонт» – это наш союз, наше слово-связка «потому что», «вонт». Я хочу в будущем в Нидерландах жить и работать. И последний пример у нас. Здесь мы будем говорить сначала, потом и в конце. Будем рассказывать прям целый такой рассказик. Вай ханвайна об вакансии. Ирст ханвайна на Флорида. Дарна ханвайна на Флорида Кис. Энтот слот ханвайна Нью-Йорк. Так, переводим. У нас почти будет отпуск. Мы почти уезжаем в отпуск. Сначала мы поедем во Флориду. Потом мы поедем на Флорида Кис. Это островки такие. И в конце, наконец, мы отправимся в Нью-Йорк. Вот мы здесь видим наши слова-связки. Ирст, во-первых. Сначала, да. Ирст, сначала. Дарна, потом, затем. Энтот слот. И, наконец, и в конце концов. Ханвайна Нью-Йорк. Давайте вместе еще медленно зачитаем. Вай ханвайна об вакансии. Мы почти едем в отпуск совсем скоро. Ирст ханвайна Флорида. Сначала мы поедем во Флориду. Дарна. Затем. Ханвайна Флорида Кис. Потом мы поедем на Флорида Кис. Энтот слот. Ханвайна Нью-Йорк. И, наконец, мы отправимся в Нью-Йорк. Поедем в Нью-Йорк. Ну что, вот такая интересная у нас тема. Для того, чтобы ее закрепить, запомнить эти слова, больше их понять, как вообще, где они находятся в предложениях, либо между предложениями. Давайте с вами выполним небольшое домашнее задание. И на следующем уроке обязательно его проверим. Упражнение 1 сейчас появилось на вашем экране. Вам нужно написать три предложения. Первое предложение используйте такие Синьялворда. Наши слова-связки, как Ирст, Дарна и Тот слот. Второе предложение со словом, со словом-связкой Байфорбилд. И третье со словом Дарум. Что они обозначают, вы найдете в этом видео. Весь перевод я для вас оставила. Так, жду от вас вот такие три предложения с этим, с использованием этих слов-связок. И упражнение 2 сейчас тоже у вас появилось на экране. Здесь я написала для вас предложение без перевода, чтобы уже посложнее для вас сделать. Если что, воспользуйтесь переводчиком. Так, и здесь из этих предложений вам нужно выписать, найти и выписать слова-связки. Вот, читайте предложения, переведите их. Можете даже написать мне перевод предложений в комментариях, если хотите. Вот, и находите слова-связки. И там, где пробелы, выпишите слова-связки из этих предложений. Вот такие два упражнения я вам задаю, как домашнее задание. Можете, кстати, присылать мне ваши ответы также в мой Инстаграм. Это тоже часто происходит. Поэтому все, кто выполняет домашнее задание, вы большие молодцы. Я в вас верю, у вас обязательно все получится. Ну что, ребята, на сегодня все, вы большие молодцы. Худхедан прошли такую нелегкую тему, запутанные слова, которые многие из них обозначают одно и то же. Поэтому пересматривайте еще раз урок, выписывайте эти слова и учите их наизусть. Еще раз повторю, если будут вопросы, жду их в комментариях. Большое спасибо всем, кто досмотрел мой урок до конца. Если он вам понравился, прямо сейчас ставьте пальчик вверх под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Я очень жду новых подписчиков. И не пропускайте новые уроки. Все, я как всегда прощаюсь с вами на нидерландском. Я желаю вам счастливую субтитры. Я желаю вам счастливую субтитры. Игорь Негода. Игорь Негода. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...